Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Совсем недавно мы с вами говорили про Лабаду, которая в Армении прогнала девушку, которая отказалась осудить Россию по требованию Лабады. Вы знаете, ей на 50 лет запретили въезд в Россию, она себя называла преемницей Пугачевой, артисткой номер один в России. Друзья, дело все в том, что в Арабских Эмиратах ее приезжали и сказали, что о политике скажешь хоть слово, будет так же, как с Иногеном Галкиным, Сердючкой и Ижи с ними. А что было? Им въезд запретили, штраф огромный. Они боятся только этого патриота Золотого Тельца. Но вот удивительное дело, Лабада решила выступать на корпоративах россиян. Вы скажете, какая Лабада? Какой смысл говорить ей? Я тоже не вижу смысла. Единственное, что наши соотечественники есть, которые готовы в дружественных странах устроить корпоратив для сотрудников и пригласить туда Лабаду. А вот это уже проблема, правда? Потому что среди нас, получается, живут люди, которые готовы, не понимая, сколько всего она наговорила и не понимая, что деньги, которые они платят, а может быть и понимая, делает это специально, не знаю. Потому что она неоднократно говорила, что деньги, которые она получает, чтобы выслужиться там перед сопредельным государством, она вкладывает в помощь солдат сопредельного государства. И те, кто посещает ее концерты, те, кто собирается какие-то корпоративы организовывать, они, конечно, я считаю, должны компетентными структурами быть проверены на спонсирование, соответственно. И никак иначе. Телеграм-канал Шот, пишет Рамблер, сообщает, что певица Лабада начала принимать заказы на корпоративы от россиян. Вот так они потом, значит, с такой бравадой говорят о том, что без России нам все равно, а живут за счет России все равно, в том или ином виде. Речь идет о зарубежных выступлениях, в том числе в дружественных России странах. Значит, по данным Шот, стоимость частного выступления Лабады составляет 15 миллионов рублей почти. Концерт, включающий самые популярные песни Лабады, длится час. В райдер певицы входит 18 номеров в пятизвездочном отеле, это должно платить заказчик. Один люкс, один полулюкс и 16 стандартов для всех членов ее команды. Значит, Шот отмечает, что Лабада и двое ее ближайших помощников летают только бизнес-классом, остальные члены команды экономом. В определенные даты представители артистки готовы взять заказчика за перелет из Лос-Анджелеса лишь половину суммы. Скидки связаны с тем, что у Лабады в это время могут быть личные дела в Европе. После корпоративов в Европе или странах СНГ она часто посещает Германию, утверждает Шот. Друзья, еще раз повторюсь, вдумайтесь на секундочку. Она начала принимать заказы на Новый год, новогодний час впереди. Какая-то компания хочет провести корпоратив. Где, что, как. Вывезли, например, сотрудников 20-30-50 человек, денег много. Вывезли Дубай, Ереван, еще какие-то страны, значит, Дубай, Ереван, Арабские Эмираты, Армения, еще какие-то страны. И, собственно говоря, приглашают ее, она поет, и, собственно, никто об этом и не знает. Друзья, мне кажется, что, конечно, вот ситуацию с Новым годом и новогодними праздниками нужно держать на контроле. Почему? Потому что сейчас будет предновогодний час, и они будут кто во что гораст. Кто запрещен, кто не запрещен, кому въезд запрещен, они будут всеми силами, всеми правдами и неправдами тянуть из России. Как и на агент Быков сказал писатель, доить Россию все хотят, жить никто там не хочет. Это полная ложь, мы живем здесь и радуемся, и счастливы, что мы живем на родине, и доить Россию мы никому не позволим. По крайней мере, я думаю, что нужно делать так, чтобы минимизировать это. Я не думаю, что все возможно исключить, конечно, естественно, в жизни так, наверное, не бывает, но вот по таким моментам, я думаю, что стоит на это обращать внимание. А еще раз можно повторить, что эти люди, которые везде говорят о том, что Россия для них не существует, по факту живут за счет России и продолжают жить, и будут продолжать пытаться сюда вернуться. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, все эти блокировки, замедления, YouTube непонятно будет, он дальше работает или нет. Еще раз повторюсь, приглашаю вас на свой теперь уже основной канал Будда Гришна новости в Telegram. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, жмите кнопочку подписаться, не стесняйтесь, на самом деле это очень важно, потому что мы с вами не потеряемся, самое главное. Во-вторых, там новости 24 на 7 многие с моими комментариями, видео о политике, которых здесь нет уже очень давно, мои личные какие-то фото и видео. Друзья, так как будущий Telegram тоже весьма туманно, здесь внизу есть ссылочка на мою страничку в социальной сети ВКонтакте. Тоже жмите подписаться, потихоньку там будут появляться новые видео. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.